Всем привет, я Алексей Загребельный, вы на моем канале, и мы продолжаем серию мастер-классов по вабикусе. И сегодня у нас шок вабикуса. Спросите вы, почему? А мы сейчас перечислим ингредиенты, которые будем использовать. Это сфагнум и камушки для грузика. И все. Заинтригованы? Ну давайте начнем. Что нам сегодня понадобится еще дополнительно? Во-первых, бутылка. Напоминаю, бутылка с подводой черноголовка, для того, чтобы сделать изначально маховой стакан. Также нам потребуются ножнички. Нам потребуются ножнички для растений. Пинцетик для растений. Собственно говоря, растения аквариумные. Для второго варианта посадки, по тому же образцу, как и в первом мастер-классе, в предыдущем мастер-классе, он второй по счету, мы будем применять фатин и проволоку для подвязки растений в качестве крепления для длинности берег на поверхности нашего вабикуса. Ну а также, собственно говоря, стандартно нитки по цвету сфакнума. Это самый дешевый вариант, нежели использовать леску. И черные нитки для крепления на фатине. Сразу скажу, опять же напомню, что это нитки синтетические полностью, без каких-либо добавок натуральных веществ. То есть 100% полиэстер. Никаких ЭБ, ни одного процента там нет. Для того, чтобы наши нитки не перегнили, потом конструкция со временем не развалилась. Вот. Все ингредиенты перечислил и приступаем. И первым делом нам необходимо сделать маховой стакан. Кто не знает, как это делать, отправляю на самый первый мастер-класс, который так и называется, маховой стакан. Вернемся в студию после изготовления. Сфагнумовый стакан готов, ребята. Начинка простейшая. Набиваем нашу вабикусу сфагнумом и добавляем грузик. Самый простейший, сам простой из вабикус, наверное, которых мне приходилось делать. Ну что, приступим. Укладываю сфагнум в маховой стакан. Сыпем туда камни побольше. Вот так вот. И укладываем очередную порцию сфагнума. Распределяем равномерно. Ну, как раз отобранной порции хватило. Сейчас посмотрим, что у нас тут по высоте. Совсем сильно не утягиваем. Это не кокедама. Здесь нет необходимости в том, чтобы сфагнум защищал грунт от пересыхания. Поскольку кокедама вабикуса всегда находится в воде. Вот так вот, быстро и просто. Самая простейшая вабикуса в мире. И при этом самая шокирующая. Отсутствием питательных грунтов и прочих добавок. Ну вот и все. Сейчас мы закрепим нить. Я не использую швейных иголок. Как вы уже заметили. Всегда за счет пинцета. Готово. Вуаля. Самая быстрая кокедама и самая простая. Ну, по тому же принципу. Обстригаем излишние торчки. Вот эти вот. Способы посадки и растений. При помощи скоб. И растений при помощи сетки. И дентичные. Ничего тут сверхъестественного абсолютно нет. Готово. Ополаскиваем ее в воде. Ну что, готово. Ополоснули. И я вот тут подумал, что давайте-ка в этом мастер-классе попробуем ту самую сифатиновую сетку уложить на поверхность этой вабикусы тем способом, который я предлагал. Давайте его проверим. На самом деле. А вдруг получится успешнее и удачнее. Я уже подготовил кусочек фатина как раз под размер нашего шара. Сейчас мы его вот так вот уложим. Высаживать будем денежник золотой. Кого латынь интересует, читайте набирки. Кстати, сразу вот к иллюстрации о предыдущем методе, о предыдущем мастер-классе. Вот здесь, господа, вот тут у меня верховой торф. Тот самый верховой торф, который я уложил в абикусу. Не какой-то другой, а именно он же. Так, давайте подстрижем денежник для нашего мастер-класса. С него не убудет. Сразу макушки отчикиваем ему. Так, сюда кладем. Вот так. Этот уже без макушки. Сейчас так распределим по поверхности и посмотрим, а как оно вообще будет. Вот так, господа, и рождаются новые технологии. И давайте для эксперимента еще добавим Людвигию. А почему нет? Среди зеленых растений еще и красненькое. Так. Везут макушки. Вот такую вот. И листву, поскольку все равно подсеткой будет, я ее отрежу. Всю. Оставим такую кочерыжку. Так. И распределим поравномерней. Так. Ну, что-то такое вырисовывается. Теперь, как я планировал, мы берем свагну и равномерным слоем прикрываем всю нашу сеточку. Так вот. И слегка, слегка вот так вот придавливаем. Так. Густо не надо. Как я уже сказал, слегка. Что-то я уже, видать, новое начал изобретать. Чувствую, рационализатор во мне сейчас разыгрался. Так. Момент истины. Приготовим сразу черные нитки. И поехали. Так. Что-то у нас как-то многовато получилось. Здесь маловато. Так. Слегка, слегка, чтобы не совсем там раздавить. Так. Берем обе кусу и макушкой вниз кладем в центр нашего всего безобразия. Так. 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 И вот так. Так. Ну, сейчас утяжка покажет, где ему тут. Хотя, смотрите, неплохо ведь как. Густо нитками оплетать не надо, потому что наша задача сейчас просто зафиксировать вот этот слой фатиновый, а не раздавить утяжкой нити растения. Так. 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 Такой компот. Ну, скажу, растения, по крайней мере, не вываливались, как в предыдущем случае, когда я пытался разместить на вабикусе, они не хотели. пытались все время убежать с нее, свалиться. Ну, вот как-то так. Считаю, что неплохо. Так. Ну, теперь излишки мха срезаем, излишки фатины тоже срежем. Нам они здесь ни к чему такие толстые, торчунки. Ну, вот, что у нас получилось. Ну, а со скобами все понятно по тому же самому принципу, как и предыдущему. Я не вижу смысла делать две вабикусы с одинаковым рецептом. Пойду ее напитаю водой. Пока вабикуса отмачивается, давайте поговорим а почему все-таки сфагнум. Ведь питательного-то в нем не так много. Даже меньше, чем в верховом торфе, который является продуктом гниения сфагнума. На самом деле мало кто помнит, но сфагнум раньше использовался как грунт-субстрат для гидропоники. То есть, это гидропонный субстрат, который слабо гниет. Очень хорошо впитывает и удерживает воду. И не только воду, но и растворенные в ней вещества. И является продуктом, используемым в цветоводстве. То есть, в цветоводстве есть множество растений, которые можно выращивать на чистом сфагнуме. Для болотных растений, часть которых является аквариумными, сфагнум очень хороший и субстрат будет. Естественно, конечно, такая вебикуса имеет ограничение по применению. То есть, если учесть, что после разращивания опять же растений в теплице, они будут высаживаться в аквариум, то почему нет? Хороший вариант. Хороший вариант также и для применения в тех же самых вазонах, если в воду добавлять какие-то питания для корешков растений. При надводном содержании, ну, пожалуй, если только в тех же самых террасках водопадиках, это раз, потому что протекающая вода будет как раз поставлять сфагнуму питательные вещества. Плюс, ну, пожалуй, из продуктов идеи еще хорошо подойдет для такой вабикусы та же самая стена из вабикус. Вот, поскольку, опять же, питательный раствор, то есть вода с питательными веществами, она будет протекать сквозь сфагновые вабикусы. Кустовые я бы, конечно, не рисковал высаживать, но для длинности белик весьма неплохой вариант посадки. Единственное, что стоит, поскольку такая вабикуса гораздо легче, чем предыдущие варианты с грунтами, то озаботьтесь хорошим количеством камушков или одним большим для того, чтобы создать вабикусу и она не всплывала где-то в аквариуме, не плавала по течению, а находилась на том месте, куда вы ее установите. Также хочу напомнить, что вабикусы, по задумке омана, это временное место посадки растений, то есть за несколько месяцев, если, допустим, теплица содержать такую вабикусу с начистом сфагнами, растения способны разрастись достаточно, для того, чтобы потом их монтировали на постоянное место выращивания. Ну и вот сегодняшняя героиня мастер-класса вабикуса на чистом сфагнуме, вот она такая красавица, к тому же мы сегодня применили в новый вариант посадки растений при помощи сетки, я могу сказать, что даже, кстати, он был более удобный, чем предыдущий, где необходимо было следить, чтобы черенки не сползали, не падали, не сдвигались, но здесь все гораздо проще. Себе такую вабикусу я бы, конечно, не сделал, потому что это морока ухода за растениями, поскольку питание все время будет идти через питательный раствор, если я в теплицу поставлю такое, то у меня при ярком свете точно какие-нибудь сине-зеленые или какая-нибудь бяка начнет расползаться по дну теплицы, даже, мне кажется, с учетом использования капиллярных матов. А удобрять ее необходимо, ее необходимо раз в неделю это точно, потому что по-другому она никак питание не получит извне. И гидропонных систем с протокой воды или раствора у меня тоже нет, куда я мог бы ее поставить и наблюдать за ней. я напомню, что это была вабикуса по патенту Такаши Амана от 2008 года, ничего нового я здесь не придумал, ну кроме как варианта способа посадки, будут еще мастер-классы, через неделю будет очередной мастер-класс, мы рассмотрим рецепт Натальи Романович, вот, а на этом я с вами прощаюсь, и вабикуса тоже, и всем пока, и всем хорошего настроения, до свидания. Подписывайтесь на наш канал и жмите на колокольчик. Пока.